Доброе утро! Доброе утро, Кристина Смирнова и Игорь Жариков. И сегодня нашей гордости, нашему счастью нет предела. Потому что мы сейчас идем на спортивную площадку, а вот зачем? Да за тем, что там тренируются сегодня девчонки. Наша сборная Виктория по чирлидингу, которая недавно привезла третье место с европейского первенства. Среди юниоров по чирлидингу они сделали это впервые в истории российского чирлидинга. Это вообще невероятно! Конкуренцию им составляли более двух тысяч участников из Норвегии, Чехии, Финляндии, Боснии, Герцеговии. Других стран очень много спортсменов. Но вот, что девчонки наши выступили идеально. Блестяще! С нами третье место и мы сегодня идем поздравлять. Пойдем с нами! Ну и нас уже ждет один из тренеров, Андрей Петрушенко. Здравствуйте! Доброе утро! Поздравляем вас с победой! Да! И теперь рассказывайте об эмоциях. Вот как это, что это, я даже не представляю. Это впервые чуменцы, это совсем впервые в истории России чуменцы заняли третье место на чемпионате Европы. На первенстве чемпионата Европы. Это какие эмоции вы испытывали, когда сказали «Третье место Чумень!» Я бы даже сказал не только России, но и Европы, потому что в нашей дисциплине Россия еще не занимала призовых мест. И это впервые. Это произошло впервые. Как это было? Эмоции, естественно, зашкаливали, потому что это результат нашей работы. Все, что мы вложили, все это было видно европейцам, сильнейшим командам, Норвегии, Финляндии. Чтобы вы понимали, Америка является мировым лидером в Чемпионате. В этом году на Чемпионате мира взрослая команда Финляндии обыграла американцев. А все, Америка, получается, сдает все позиции. Вот так вот. Европа завоевывает. Как отмечали победу? Как-то вы поощрили девчонок? Да, едвой. Ну, наверняка, они же как-то ограничивают себя в питании. Какой-то был у них такой праздничный обед или ужин? Да, мы разрешили им лечь спать во сколько хочется. Ну, да. На соревнованиях во время выездов они обязательно ложатся по расписанию, чтобы поддерживать оптимальный режим сна. Слушайте, а какой у них тогда день вообще, в принципе, вот они приехали туда, как сформируют, во сколько они поднимаются, сколько раз едят, тренируются и выступают? Это очень зависит от регламента соревнований. Ну, вот в Европе как это было? В Европе у них выступления были с самого утра, с 10 утра, и просыпались они в 6 утра, для того, чтобы проснуться, подготовиться к соревнованиям, морально, физически покушать, отдохнуть. И до скольки вечера вот это? Во сколько отбой? Отбой? Ну, в зависимости от того, во сколько вставать. 10 вечера. Ну, смотрите, я правильно понимаю, что теперь после этой победы вам открыта дорога на чемпионат мира, где вы еще не были? Да, на чемпионате мира мы еще не были, но дорога туда открывается при завоевании первого места на чемпионате России. К сожалению, в этом году нам не удалось, но мы планируем занять первое место на чемпионате России в следующем году. И постараемся отправиться туда. А какие двери тогда открывают вот третье место на европейском первенстве? Куда вы сейчас можете попасть? Что дальше, какая цель? Ну, в первую очередь, это признание. Признание в российской, среди российских команд, тренеров, коллективов. Это признание среди европейских коллективов. То есть она теперь знает, что Россия может показывать результат. И, ну, это, я считаю, самое главное. Кто-то открытки уже прислал там из Москвы или из Питера. К сожалению, что мы встречаем, как это происходит? К сожалению, учреждения не столько популярного спорта, особенно в верхушках у нас. Но родители нас встретили, поздравили, президент федерации даже встречала нас. А все девчонки, которые здесь находятся, это вот они все ездили туда. Да, я правильно понимаю? Основной состав клуба, правильно? Да, это сборная команда клуба, основной состав. Они все ездили. Ездили еще несколько девочек, они уже вот... А, то есть еще больше было. Их было еще больше. Сколько человек? А вообще в команде 24 человека, плюс запасные. Вы сейчас снова собираетесь вот-вот уже куда-то уезжать. Это будет и отпуск, и соревнование, правильно? Да. Это будет фестиваль чирлининга в Артеке. Наши девочки были на фестивале в Сочи и выиграли путевку. Фестиваль «Яркие маяки» двоих, которые проводят в юг в России. Андреем Кравчевым. И они выиграли путевки в Артек. То есть они там будут и отдыхать, и также они будут тренироваться, и тренировать других детей. Будут специальные отряды, лагеря, лагеря, дети из лагерей. И вожатые будут вместе с ними тренироваться, и в конце будут показывать программу. Туда идут сильнейшие команды России. Это будет очень мощный фестиваль. Это и будет интересно. А мне последний вопрос. А где мальчишки? Почему одни девочки? Это особенность. Ну, они тренироваются. Единственный мальчишки. Мальчишки в чирлининге есть. Более того, взрослых командов их больше, чем девочек. У нас дисциплина женская. Но есть еще и мужские дисциплины. К сожалению, парни не так охотно идут на чирлининг, потому что они не знают, что это такое. Они думают, что это танцы с фонпоном. Я думал то же самое, с того, как мы пришли сюда. Поэтому не надо стесняться. Надо просто изучать информацию и понимать, нравится это тебе или нет. Покажите тогда, что такое настоящий чирлиник. Не можем мы вас отпустить просто так, без небольшого показательного выступления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы это видели? Это круто, но очень страшно смотреть на него. Зато сразу понятно, что они в нормальной физической форме. В отличной физической форме. В отличие от меня. Берите с них пример. Тебе. Да. И смотрите рубрику «Фитнес-лайд». А теперь поддержка от нас. Мы же тоже что-то умеем. Давай. Присядь, присядь. Так. Так. Ну, выгибайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова